И снова добрый день, дорогие папы, мамы, бабушки, дедушки. А сегодня, наверное, мы поговорим о таком трепетном периоде, не просто о здоровье детей, а о том, как же подойти к рождению здорового ребёнка, уже обратив своевременное внимание на здоровье мамы. Не секрет, что раньше женщина или мужчина, имеющий сахарный диабет, в основном это сахарный диабет первого типа, были ограничены в своём желании иметь потомство, создавать семью, потому что считалось, что сахарный диабет – это очень тяжёлое заболевание, на фоне которого рискованно вынашивать беременность, иметь малышей. Но, конечно же, жизнь идёт вперёд, новые технологии и возможности привели к тому, что пациенты с сахарным диабетом сейчас практически ничем не отличаются от обычных здоровых людей, просто у них есть особый образ жизни, у них есть дополнительные средства корректировки их заболевания, и они имеют точно так же, как и все остальные, возможность иметь детей, вести беременность так, чтобы они были здоровы. Почему же такое отношение имелось раньше к сахарному диабету, как к высокому риску наличия беременности, рождения детей? Ну, потому что сахарный диабет – это хроническое заболевание, точнее, группа обменных заболеваний, которые при отсутствии должной компенсации, при отсутствии правильной корректировки приводит к развитию различных осложнений, и когда мама имеет беременность при наличии у неё сахарного диабета, это может создать риски и для плода, и для будущего малыша. Собственно говоря, один из первых вопросов, который задаёт сразу же семьи, имеющие сахарный диабет в своём составе, и планирующие детей, сразу же задаётся вопрос, а каков же риск наследования сахарного диабета первого типа, если у мамы есть диабет, каков риск малыша тоже получить это заболевание? Но надо сказать, что если мама страдает сахарным диабетом первого типа, то шансы малыша в последующем иметь также сахарный диабет первого типа минимальны – всего 1-1,5%. Как ни странно, если папа имеет сахарный диабет первого типа, то эти шансы возрастают до 5-6%. И, разумеется, при такой редкой ситуации, когда и папа, и мама имеют сахарный диабет, то риск у ребёнка также возникновения сахарного диабета первого типа в течение жизни достигает уже 30%. Но это очень редкие ситуации, и они ведутся отдельно под контролем эндокринолога. Это так называемые ядерные семьи, с которыми мы, эндокринологи, работаем очень кропотливо и предлагаем все усилия для того, чтобы эти риски снизить. Если говорить о средних статистических рисках, то, конечно же, мама, которая приняла решение иметь беременность, родить ребёнка, должна пройти очень осознанный путь к возникновению этой беременности. Почему? Потому что если сахарный диабет недостаточно компенсирован, если есть осложнения, то это может сказаться как во время беременности на здоровье мамы, так и на здоровье плода, и в последующем увеличить риски у мамы после рождения ребёнка также к прогрессированию этих осложнений. Большими рисками могут вернуться развитие гипогликемии, кетоацидоза частыми во время беременности, высокая частота самопроизвольных прерываний беременности у женщин с сахарным диабетом, более частый риск осложнений самой беременности и осложнений и многоводия, и развития инфекции, и поздний гистоз, и различные осложнения в родах также у этих женщин могут иметь место, и более частые преэклампсии и эклампсии. У плода, у ребёнка сахарный диабет мамы, как показывает практика, может повышать риск перинатальной смертности, риск врождённых пороков развития, макросамии и различных ноонатальных осложнений, то есть ранний ноонатальный период после рождения ребёнка. Но все эти риски, которые суммированы, и различные исследовательские группы во всём мире анализировали комплекс этих рисков, и, конечно же, зафиксирована в разы более высокая частота их возникновения у женщин с сахарным диабетом, спланировавших беременность. И на чём я хотела бы зафиксировать ваше внимание, и это крайне важно, риски, обнаруженные у женщин с сахарным диабетом первого типа во время беременности, возрастают у тех, кто к этой беременности не готовится. Все группы женщин, которые показали увеличение рисков патологии плода или патологии беременной женщины, практически в 70-80% случаев не готовились к этой беременности. И это крайне важно. Посмотрите, пожалуйста, если женщина, имеющая сахарный диабет, не подготовилась к беременности, не достигнуты показатели гликированного гемоглобина, а те, кто знаком с сахарным диабетом, знают, что это один из основных суррогатных показателей, которые характеризуют степень компенсации диабета, то риски врожденной патологии, например, у плода резко возрастают. А взгляните, пожалуйста, слева, если гликированный гемоглобин в целевых показателях, то эти риски практически аналогичны популяционным. Если у женщины, страдающей сахарным диабетом, не компенсированы нарушения гликемии, если уровень гликированного гемоглобина выше 7%, если у нее есть почечная недостаточность, то есть скорость клубочковой фильтрации ниже 60 мл в минуту, если у нее есть некомпенсированная артериальная гипертензия, если есть серьезные осложнения в виде ишемической болезни сердца, диабетической, пролиферативной ретинопатии, но даже с ретинопатией можно провести лазерную коагуляцию и в дальнейшем улучшить ситуацию и прогноз будущей мамы. Тяжелые гастроэнтеропатии, какие-то острые или хронические инфекционные процессы – все это требует до планирования беременности, разрешения этих ситуаций и достижения ремиссии, прежде всего в данных случаях, если на то есть возможность. В случае сопутствующего наличия этих рисков, беременность, к сожалению, может быть достаточно также с высоким количеством рисков. Что же нужно сделать прежде всего при планировании беременности в семье, где есть папа или мама с сахарным диабетом первого типа? Конечно же, прежде всего необходимо регулярно проходить обучение у эндокринологов в школе для больных с сахарным диабетом первого типа и постараться снять все вопросы обучающего характера с врачами-эндокринологами, подобрать персонализированно для будущей мамы какие-то способы корректировки состояния, какие-то правильные элементы поведения, контроля, научиться контролировать уровень гликемии и достичь с помощью образовательных процессов нормализации, целевых показателей и снизить тем самым большинство рисков. Если у родителей есть избыточный вес, и прежде всего у мамы, нужно максимально постараться снизить вес, снизить индекс массы тела, ожирение, тем более морбидное ожирение, несет еще дополнительные риски при ведении беременности. Необходимо оценить функцию других эндокринных органов и прежде всего состояние щитовидной железы, потому что, конечно же, сочетание сахарного диабета первого типа, например, с гипотириозом, дополняет, суммирует, имеет кумулятивный эффект на возникновение рисков и у мамы, и у плода. Конечно же, очень важно научиться контролировать гликемический профиль, введение инсулина самыми современными методами. Это улучшит прогнозы, улучшит возможность достичь целевых показателей и войти в беременность на фоне улучшенного состояния. Целевые показатели, на фоне которых целесообразно планировать беременность, это уровень гликемии натощак меньше 6,1 ммол на литр, уровень гликемии через 2 часа после еды не выше 7,8 ммол на литр, уровень того самого гликированного гемоглобина, о чем мы уже говорили, не выше 6%, и все эти достижения должны быть достигнуты за полгода до планируемой беременности. То есть состояние на фоне целевых показателей гликемии должно предшествовать беременности не менее 4-6 месяцев. Дорогие друзья, вопрос о ведении беременности у женщин с сахарным диабетом требует большого внимания и курации эндокринолога. И я хочу задать вопрос Ибрагимовой Людмиле Ибрагимовне, специалисту, который посвятил несколько лет работе с пациентками в беременность и с гистационным сахарным диабетом, и тем самым женщинам с сахарным диабетом 1 типа, которые вошли в беременность со своим заболеванием и прекрасно в тандеме с эндокринологом справляются и вынашивают здоровых малышей. Людмила Ибрагимовна, давайте мы сделаем акцент и всё-таки подготовим наших слушателей к тому, как войти в беременность. Как долго надо готовиться к беременности женщине с сахарным диабетом 1 типа? Что для этого требуется? Вы заподняли, Наталья Георгиевна, очень важный вопрос, которому, к сожалению, уделяется очень мало времени, и лишь 15% женщин у нас планируют беременность, а её действительно планировать нужно. И вот этот период планирования беременности может занимать от 3-4 месяцев до года полутора. От чего это зависит? Зависит от исходного состояния, которое мы имеем на сегодняшний момент, от компенсации сахарного диабета, достигнута она или нет, от уровня гликированного гемоглобина, на который мы прежде всего ориентируемся. И, конечно же, чем он выше, тем дольше этот будет путь до зачатия. От состояния и наличия осложнений сахарного диабета, насколько они выражены. Состояние глазного дна. Нужно ли проводить лазерную коагуляцию сетчатки? Сколько займет это времени, когда мы достигнем стабилизацию состояния глазного дна? Всё-таки беременность у женщины с сахарным диабетом 1 типа – это абсолютно планируемое мероприятие. И мы с вами всегда объясняем нашим пациенткам, что не нужно торопиться, нужно не быстро войти в беременность, а войти в беременность здоровой. Совершенно верно. То есть пациентки с сахарным диабетом имеют возможность компенсировать своё состояние, провести здоровую беременность, родить здорового малыша и дальше не спровоцировать беременностью каких-либо ухудшений состояния системы органов. Совершенно верно. Вступить в беременность не так сложно зачастую. Но вот этот процесс, когда наступает беременность на фоне декомпенсации углеводного обмена, значительно повышает риски развития пороков у плода и осложнений самой беременности. Поэтому надо говорить об этом. Надо готовить будущих мам к планированию беременности. Возможно, даже с подросткового возраста. Я всегда говорю, что все женщины с сахарным диабетом должны быть потенциально всегда готовы к внезапному наступлению беременности. Мы не так давно с вами говорили о том, что в нашем центре мы создаём отдел по ведению беременности на фоне эндокринопатии. Вот сейчас в процессе нашего разговора, я думаю, что, может быть, нам надо немножечко изменить название. Может быть, создать команду по подготовке к беременности при эндокринопатиях. Совершенно согласна с вами. Нужна команда специалистов, которые будут готовить и вести в дальнейшем беременность у наших прекрасных пациенток. Спасибо. Спасибо вам. Очень хорошие помощники в плане достижения целевых показателей, в плане адаптации и комфортного планирования беременности, и введения беременности. Это, конечно же, современные методы и введения инсулина, и контроля гликемии. Эти средства и эти программы многим мамам, молодым женщинам с сахарным диабетом первого типа хорошо известны, и они помогают достигать того уровня здоровья, который необходим для развития здоровой беременности. Людмила Ибрагимовна, действительно ли помповая инсулинотерапия, средства мониторинга непрерывного типа Либры или других каких-то современных средств, улучшают качество введения беременности, улучшают возможность подготовки к беременности для женщин с сахарным диабетом. Действительно, у помповой инсулинотерапии, у непрерывного мониторинга гликемии или флеш-мониторинга есть ряд преимуществ в сравнении с режимом многократных инъекций и в дополнении к самоконтролю гликемии. И это, если мы говорим о помповой инсулинотерапии, это возможность достаточно оперативно менять подачу инсулина, что очень важно во время беременности, на разных сроках меняется потребность в инсулине, и нужно достаточно оперативно изменить эту подачу. Точность дозирования вплоть до десятых и даже иногда сотых и тысячных введения доз болюсу. Это и различные режимы введения инсулина. Но следует помнить, что это лишь средство введения инсулина, и этим средством управляет сам человек. Знаете, как автомобилем. Куда руль повернем, туда машина и поедет. Так и здесь. Без обучения ни одно современное средство введения инсулина или мониторинга гликемии не будет давать нам преимуществ по сравнению с традиционными методами, если наши пациенты, наши пациентки не обучены управлением данными средствами. Да, именно поэтому мы говорим, что во главе угла первое, что должна сделать женщина с сахарным диабетом, планирующая беременность, это пройти школу больных с сахарным диабетом, вспомнить и узнать какие-то современные методы и спланировать с врачом, диабетологом, эндокринологом конкретно для себя, для своей ситуации, дальнейшего тактики введения, каких-то нюансов, каких-то нужно ей использовать помпу или флэш-мониторинг. Или для нее конкретно лучше использовать многократные инъекции, и для нее это подходит больше и комфортнее. Совершенно верно. Спасибо. Спасибо вам. Помимо сахарного диабета очень распространено внимание сейчас к состоянию щитовидной железы. И это не случайно, потому что кроме сахарного диабета заболевание щитовидной железы это одно из наиболее распространенных состояний, которые, конечно же, могут выявляться и у молодых женщин, и у беременных женщин. И что же нужно помнить о состоянии щитовидной железы? Гормоны щитовидной железы имеют очень серьезное значение для функционирования всех систем и органов. И, конечно, не только мамы, но и прежде всего плода будущего малыша, потому что именно гормоны щитовидной железы регулируют развитие плода, развитие и рост, и дифференцировку всех тканей. И что очень важно, уровень гормонов щитовидной железы во время беременности сказывается очень серьезно на состоянии развития нервной и сердечно-сосудистой системы будущего малыша. Надо помнить о том, что щитовидная железа у самого будущего малыша развивается только к 16-17 неделе беременности, и до этого момента всю функцию на себя берет щитовидная железа мамы. И именно она вырабатывает количество гормонов, необходимых для проведения всех закладок. И состояние щитовидной железы у будущей мамы – это очень серьезный вопрос. Очень важно в России фиксировать внимание на состояние щитовидной железы, еще и потому, что все регионы России являются зонами эндемичными по дефициту йода. Почему это так важно? Йод – это элемент, который должен в достаточном количестве вступать в организм человека, и именно он является составной частью гормонов щитовидной железы и обеспечивает нормальный рост и развитие щитовидной железы, ее функционирование. В условиях дефицита йода каждый житель России рискует недополучить количество йода и недостаточно синтезировать в своем организме гормонов щитовидной железы, и в различных ситуациях могут развиваться те или иные заболевания щитовидной железы. Поэтому здоровье щитовидной железы на уровне до возникновения беременности должно иметь пристальное внимание для будущей мамы. И избыток продукции гормонов щитовидной железы, и недостаток гормонов щитовидной железы. Оба этих состояния так или иначе сказываются и на здоровье беременной женщины, и на качество прохождения родов, и, конечно же, как я уже сказала, на здоровье будущего малыша. И задержки роста плода, и врожденные пороки развития, и мертворождение, и невыношение беременности это только часть тех рисков, которые несет в себе нарушение функции щитовидной железы у беременной женщины. Ликвидация дефицита йода, о котором мы говорили, может препятствовать развитию нарушений, может создать здоровый фон для течения беременности. И это достигается очень элементарными средствами. Для этого необходимо использовать ядированную соль в пище и при приготовлении пищи, и при использовании как холодной специи. Более того, ее надо использовать повсеместно, ее необходимо использовать при любом приеме пищи. Надо помнить, что она не искажает вкус продуктов, а даже улучшает, если это хлебобулочные изделия, и их вкусовые качества, и снижает уровень плесневения, например, хлебобулочных изделий. Очень важным моментом является, как я уже сказала, фиксирование внимания на состояние щитовидной железы будущей мамы где-то за 3-6 месяцев до планируемой беременности. Необходимо, если вы ранее этого не применяли, употребление иедированной соли, и дополнительно уже прием 150 микрограмм едида калия. Это микроэлементы, которые продаются в аптеке, их обязательно необходимо ежедневно применять. И с возникновением беременности в течение всей беременности, и на фоне периода кормления грудью увеличить это количество до 200-250 микрограмм едида калия, для того, чтобы уже хватило на организм и мамы, и малыша. Каждая беременная или будущая планирующая беременность женщина, независимо от того, были у нее раньше проблемы или со щитовидной железой, или какие-то другие эндокринные нарушения, желательно, чтобы прошла обследование эндокринолога, состояние щитовидной железы, прежде всего, как мы уже говорили, за полгода до планируемой беременности. И это желательно и рекомендательно. Но кому же обязательно необходимо обратиться к эндокринологу заранее, до планирования беременности? Конечно же, это женщины, у которых уже были упоминания и зафиксированы какие-то проблемы со щитовидной железой, до того, как она планирует беременность. Конечно же, это женщины, имеющие уже узловые образования или какие-то другие заболевания щитовидной железы. Конечно же, это женщины, у которых уровень антител тиропероксидази был повышен, и она знает об этом, и обязательно нужно проверить этот уровень до возникновения беременности. Те женщины, которые имели в анамнезе облучение головы и шеи по каким-либо причинам, разумеется, это женщины с избыточным весом, тем более с морбидным ожирением, это женщины старшего возраста, это женщины, у которых есть какие-то хронические заболевания, по поводу которых они препараты какие-то применяют, например, амиодорона, лития, либо другие препараты, которые могут влиять на работу щитовидной железы. И это женщины, уже имеющие целый ряд беременностей в анамнезе, уже рожавшие нескольких детей, либо имевшие проблемы в предыдущих беременностях, ну и тем более женщины, у которых было бесплодие, либо какие-то патологии у младенцев во время беременности. Этим женщинам необходимо обследоваться и вести всю беременность под контролем эндокринолога. Существует масса вопросов, с которыми женщина сталкивается во время беременности. Конечно же, это самый трепетный, самый необычный период в жизни женщины, когда она вынашивает малыша. И не надо пугаться, если вы обнаружили у себя какие-то проблемы со щитовидной железой или признаки повышения сахара в крови, если обнаружили, допустим, узел щитовидной железы. Не нужно пугаться этих ситуаций, они практически в большинстве случаев разрешимы. Нужно как можно быстрее обратиться к эндокринологу, найти с ним взаимосвязь и спланировать введение беременности в тех условиях, которые вы обнаружили. Что же нам поможет для того, чтобы спокойно протекала беременность, даже если выявляются какие-то отклонения, нарушения со стороны эндокринных органов? Я возвращаюсь к тому, что до планирования беременности, как минимум за полгода, требуется обратиться к эндокринологу и провести скринирование состояния всех, лучше всего, всех эндокринных желез внутренней секреции. И это позволит вам не гадать на кофейной гуще во время беременности, если обнаруживаются какие-то отклонения, а понимать, эта ситуация только возникшая во время беременности, тогда она разрешается одним способом, или эта ситуация уже давняя, введение и работа с которой для эндокринолога будет исходя из того, что вы имеете определенный анамнез каких-то отклонений от нормы работы или строения эндокринных желез. На этом, дорогие будущие мамы, папы, бабушки и дедушки, я бы хотела завершить обсуждение вопросов беременности с различной точки зрения патологии эндокринной системы и пожелать всем здоровья и здоровых малышей.